Дельта Рун В игре есть еще и более уникальный путь, который, так сказать, разветвляется в середине и позволяет нам совершить нечто похожее на геноцид в Андертейле. Правда, тут, к сожалению, меня терзают смутные сомнения, так как я не могу выбрать. Я хотел бы заснять обычный путь, но у Мерси, где мы всех избиваем, получаем там какие-нибудь реплики, реакции. Я уже точно знаю, что будут кое-какие отличия там, например, в битве с королевой будет исход разный в зависимости от того, побьем мы ее или победим мы. Но если я выберу путь, который мне предлагают, который называется «Странный путь» в файлах игры, то я не смогу увидеть эти сцены, не смогу сразиться в некоторых битвах, в том числе не смогу набить морду нашему замечательному Рукс-кс-клс-ксу. Но боюсь, что это жертва, которую придется принести. Если уж вам интересно, что из этого будет, то давайте дождемся русификатора и все вместе будем просто играться самостоятельно. А сейчас я, так уж и быть, попробую заснять тот самый особенно злодейский путь, про который все пишут, что он прям хуже, чем геноцид в Андертейл. Хоть и маловероятно, что может быть что-то хуже, чем геноцид в Андертейле, потому как там мы все-таки убиваем всех и уничтожаем мир. А здесь у нас, как уже было сказано, особого выбора нет. Меняются только детали, но явно не вся остальная концовка и не весь основной сюжет. Но мало ли что. Тоби Фокс уже изменил описание Дельтаруна в Стиме, добавив вопросик во фразе «одна концовка». Поэтому, может быть, в будущем странный путь, который мы сейчас пройдем, даже получит свое полноценное продолжение. Ну да ладно. Я уже заранее, разумеется, себе выписал инструкцию, по которой я буду все это делать, так как здесь нужен точный порядок действий и нельзя ошибаться, особенно на камеру. Ну, на всякий случай хочу сразу предупредить, что я, разумеется, себе все проспойлерил, и для меня сюрпризов не будет. Я это сейчас все сниму только для того, чтобы перевести. С моим плохим знанием английского, разумеется. Поэтому, если вы хотите выпущенных шаров, криков и так далее, того, что игрок будет делать, нет, этого не будет. С этим к другим ютуберам. Ну и более того, если вы думаете, что происходящее в Дельтаруне меня может как-то впечатлить, то вам стоит посмотреть один из вот этих роликов. Тогда вы сразу поймете, что я проходил через гораздо более... нехорошие события. Ладно, теперь вернемся к игре. Я перепрошел первую главу еще раз, чисто злодейским путем всех избивал, всем отказывал, никому ничего хорошего не сделал за всю игру. Ну, кроме того, конечно, что было обязательно. И угадайте что? Ничего не изменилось. Прикол в том, что игра не учитывает то, что вы совершили в первой главе. То есть она сохраняет некоторые детали, но вот если вы побили врагов и получили плохую концовку, где все жители темного мира пытаются на нас напасть, и лансер их сдерживает, все это просто забывается, и игра ведет себя так, будто мы закончили ее путем пацифиста. Это, конечно, очень раздражает. У нас все рекрутированы, несмотря на то, что мы их всех избивали, и они все должны были нас ненавидеть за это. Но нет, игра почему-то это не стала учитывать, что довольно печально. С одной стороны, да, нам уже говорили, что наш выбор ни на что не влияет, но, блин, детали же сохраняются. Почему они не могли хоть какие-то отдельные реплики прописать? Я тут всех оббежал, всех проверил, никто совершенно не помнит ничего, что мы сделали. Это, блин, обидно. Ну да ладно, я сразу пропустил, конечно же, вступление, там нечего особо показывать, пока мы не начнем путь злодея. Хочу только показать еще пару деталей, перед тем, как мы пойдем основным путем. Первое, вот оно. Если мы выбрасываем мануал Ральзея в начале, то теперь у нас вместо него здесь будет мусорка. Это мусорка. Вот, Крис, на случай, если я сделаю еще один мануал, ты можешь выбросить его прямо сюда. Нифига себе, он злопамятный, однако. Так, с таким прямо сарказмом. Хотя нет, сарказмом его еще не научили, кажется. Но вот опять же, вот эту деталь они сохранили, а то, что мы со всеми поссорились, они не сохранили. Это печально. Может быть, это исправят, конечно, в следующих главах, а здесь будут хоть какие-нибудь фразы. А то это уж слишком как-то... нелогично. Ну да ладно. Я хорошо подготовился к тому, что нас ждет, в том числе экипировался правильными предметами, перепрошел битву с Джевилом и получил хвост Джевила, так как чует мое сердце, что он мне понадобится гораздо сильнее, чем нож дьявола. Так что я подкачался по максимуму, также накрафтил серебряных карт, которые дают плюс 2 к защите и еще чуть больше бабла. Бабло, конечно, нам не особо понадобится. Но на самом деле, да. Бабло тоже будет нужно в один момент, я уже заранее подкопил, сколько мне понадобится. В общем, давайте практиковать наш путь геноцида и практиковать в буквальном смысле, на тренировочном поле. Конечно, мы не будем здесь снова все осматривать, всех опрашивать, это все бессмысленно, потому что фразы не поменяются. Просто пройдем то, что действительно может отличаться. Итак, выбьем из Джо его сбережения. Выбьем в буквальном смысле в этот раз. Эй, щадить людей нужно не так. Ну, думаю, победа это победа. Вы получили сбережение от Джо. Один доллар. Хе-хе-хе. В первой игре ему нельзя было настучать, а теперь можно. Здорово. Ну-ка, давайте-ка настучим еще кому-нибудь. Так, ну здесь мы настучать не сможем, только вот здесь. Наша старая добрая Кловер. Да, к сожалению, моя меткость не идеальна, поэтому я не всегда смогу бить в желтые окошки. Но зато такое приятное чувство, прям как в Андертейле, когда ты попадаешь прямо в центр экрана, и твоя атака становится золотой. Это суперское ощущение. Нифига себе она живучая. Оказывается, наши враги тоже качаются. Спасибо за просмотр. Наконец-то. Шикарная битва. Как обещано, вот ваша награда. Что, теперь на нас даже не обидится никто? Ну-ка. Как-то обидно даже вообще никакой реакции. В первой главе она и то отреагировала, если мы ее побили. А здесь? Нафиг я вообще потратил свое время? Ну и ладно. Это была просто небольшая практика. Пока что все эти фразы придется пропускать, потому что здесь ничего нового не появится совершенно, к сожалению. Эх. Да и в целом игра не будет особо отличаться, пока мы не выберем тот самый странный путь. Итак, нас изгнали и мы теперь покидаем наш город-замок практически до самого конца главы. Что довольно печально, потому что ни магазин теперь не посетим, с нашими янтарными картами ни кузнеца не посетим, ничего не посетим. Ну, в принципе, и фиг с ним. Кстати, да, я все время забывал, что можно в том числе и звонить домой, все время, когда мы находимся за пределами... Крис, не волнуйся о том, что ты пойдешь в библиотеку. Если Бёрдли будет тебя доставать по поводу нашего долга, я приду и брошу дымовую бомбу, чтобы ты смог спастись. Ну, может и нет. Хе-хе-хе. Сделай все, что можешь, дорогой. Ладно. Я, конечно, и не надеюсь заснять все возможные реплики, в том числе и с русификатором. Это пустая трата времени, и кому интересно, те пускай рассматривают здесь все, как я это делал в первые 18 серий. И так слишком сильно затянул прохождение, так что сейчас мы все скипаем. Отличия начнутся только... Ну, может быть, в паре битв до нашего странного пути. Пойдем, пойдем. Да, давай просто скипнем всю прелюдию. Наше последнее приключение было отличным, правда? Я никак не могла перестать думать о том, чтобы еще одно начать. Не знаю, что внутри, но... Мы не сможем жить, если не разузнаем, верно? Пошли, Крис. Отправляемся в наше замечательное киберпространство, но в этот раз в более злом варианте. Сьюзи еще не знает, на что она подписывается. А вот я уже готов ко всему. Правда, даже при перепрохождении в сети предзнаменования тут этих НПС ничего особенного не значит. Лучше всего с этим справился Джевилл со своим предсказанием, с кем мы будем сражаться в следующий раз. Кстати, интересно, а в этой главе никто не упоминал, кто будет следующим боссом? Если Джевилл уже подсказал нам один раз, может быть, и сейчас кто-нибудь мог подсказать? Какая довольная. Еще не знает, что мы для нее готовим. Хотел бы я сказать, то, к сожалению, нет. Бить ее мы не будем и не сможем. Хоть и очень хотелось бы. Зато перед тем, как мы перейдем на наш злой путь, можно хорошо попрактиковаться в битвах. У Криса урон выше, чем у Сьюзи. Вот как я перекачался. Ну, хотя, наверное, первую половину игры можно было все-таки качать именно Сьюзи. Но да ладно. Они по-прежнему убегают. Как они могут просто убегать, когда мы их распиливаем, разрезаем и разрубаем здесь заживо? Нечестно. Ах, как сетап. Вы стали сильнее. Мы получаем опыт. Вот что особенно здорово. Разумеется, я всех вооружил максимально мощно. И теперь наша крутая команда готова устроить... Устроить резню. Так. Ну-ка, что у нас там опыт где-нибудь отображается, интересно? А фиг его знает. А, вот. Да без понятия, на самом деле, с чем мы там стали сильнее. Я не особо замечаю разницу в статах. Но, по идее, что-то должно меняться. Ну да ладно. Сейчас мы начинаем наше замечательное приключение. Я даже хочу немножко его... особым образом выделить. Как-то вот так. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА